Четвертый объединенный конгресс Российского общества детских онкологов и гематологов РОДОК проходил с 23 по 25 ноября в Москве. Мероприятие было посвящено обсуждению проблем и перспектив развития детской онкологии и гематологии в Российской Федерации. В нашей области происходят сейчас успехи, выдающиеся, связанные с лечением пациентов. Страна нашла средства для того, чтобы оплатить дорогостоящие лечения, трансплантацию костного мозга, целый ряд клещных технологий. Созданный недавно фонд «Круг добра» в течение практически трех лет обеспечивает 19 нозологий, 19 видов болезней, сегодня лекарствами, централизованно. То есть субъекты Федерации не тратят на это деньги. То есть в каждом субъекте Федерации человек получает лечение такое же, как в центре. Это серьезное достижение, поэтому в области онкологических заболеваний мы достигли примерно 80% уровня выздоровления детей. Остается группа детей, которым мы специально заняты, и это сейчас предмет обсуждения сегодня на нашем мероприятии. Мы создаем пять рабочих комитетов внутри нашего сообщества, которые будут заниматься клиническими рекомендациями, организацией специалистов, защитой наших специалистов от ошибок. Кроме того, мы организуем такой учебный комитет, который будет заниматься образованием. И это вещи, которые являются для нас новыми. Как сообщил академик Румянцев, трансплантации костного мозга в настоящее время в нашей стране проводят 8 детских центров. Еще 5 будут введены в строй до конца 2024 года, что даст возможность увеличить количество трансплантаций в два раза. Целевой показатель – около 1500 трансплантаций в год. Среди основных тем 4-го конгресса РОДОК – фундаментальные основы и инновационные технологии в диагностике и лечении гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний у детей, подростков и молодых взрослых. Я думаю, что мы подведем итоги по некоторым заболеваниям, которые заканчиваются на научно-исследовательские темы и протоколы, которые были заранее запрограммированы и утверждены 3-5 лет назад. Это будет финализация этих тем, соответственно, выводы, рекомендации клинические, которые будут внедрены на основании этих исследований, которые мы сделали. И дальше мы приступим к освоению новых тем. На этом конгрессе будут утверждены некоторые разделы школы, направления, по которым надо будет дальше двигаться, следовать этим направлениям. Эти направления будут согласовываться в Министерстве здравоохранения, в Академии медицинских наук. Разные студенты имеют разную принадлежность, соответственно, это будут грандиозные такие вот внедрения на основе самых последних достижений медицины. Я думаю, каждый специалист, который будет уходить с этого конгресса, через трое суток будет полон знаний, новых свершений и, конечно, самое главное – стремление к победам. А победа – это здоровье наших пациентов. Я думаю, так и будет. Наряду с российскими врачами в работе Конгресса приняли участие ведущие специалисты из зарубежных стран. Субтитры создавал DimaTorzok